Всем здравствуйте и добро пожаловать на канал! Сегодня я решила рассказать о мозаиках, об алмазных мозаиках, которые делает моя дочь. Она занимается уже год, могу сказать точно, вот этими алмазными мозаиками. И время от времени, когда поначалу она вообще не отходила, конечно, от них сейчас занимается пореже. Во-первых, я считаю, что тяжеловато и сейчас объясню почему. Во-первых, вот если говорить вообще о мозаиках, то вот смотрите, вот алмазная мозаика, вот эта совушка. Если посмотреть на иероглифы, что ли, ну вот на цифры, которые находятся здесь, по которым нужно составлять вот эти алмазики, то они четко прорисованы. Их четко видно и цвета, и формы там очень-очень мелкие, вот я покажу, очень мелкие там какие-то циферки, буковки. И есть, вот в первой мозаике было очень хорошо и четко видно. И сейчас я вам покажу, ну не последнюю, у нас две сейчас мозаики, над которыми она работает. Ну вот, допустим, вот смотрите, вот здесь можно что-нибудь увидеть. Давайте я, ну она получается, вот здесь было две полосы, вот так вот. И одну полосу она вот так постепенно убирает, чтобы клейкая основа не пылилась. Она вот ее просто отодвигает немного и работает вот с этой частью, с маленькой, допустим, вот этой клеевой основы. И сначала вот эту полосу она прошла, и сейчас идет вот эту вторую. Здесь осталось вот совсем немного, четвертая часть. И я отделаю ее и покажу вам, как выглядит. Вот, посмотрите, насколько тяжело. Вот даже мы, получается, увеличитель взяли. Мы взяли вот такой увеличитель. Тут у меня есть пачка. Он подсвечивается, и приходится смотреть вот так через лупу, чтобы увидеть, уточнить, какая там, не знаю я, какой значок нарисован. Вообще непонятно. Порой я присматриваюсь, присматриваюсь, тоже зрение с компьютером, с интернетом сейчас упало. Поэтому, в общем-то, вот такие более сложные мозаики. Вот если вот эта, она сама по себе, четкое изображение уже на этой. Сейчас покажу здесь рисунок, вот какой находится. И вот сравнить, если его, ну вот она, вот эта вот, как единорук. Ну, в общем-то, уже не настолько понятно, что тут все сливается. Хотя, может, издалека будет как-то по-другому смотреться. И собиралась я еще заказать мозаики, но пока не рискую, так как зрение тоже ребенку нужно поберечь. И тяжеловато, я считаю, что вот такие. Я даже смотрела, выбирала, выбрала, конечно, несколько мозаик, но чтобы было более четкое видение вот этих вот всех сочетаний. Ну, как, допустим, вот на сове. Потому что есть некоторые картинки, на которых очень сложно. Вот я уже просто представляю по тому, как вот работает у меня ребенок с этой мозаикой. И смотря на картинки на Алиэкспресс, получается, сразу видно, которая будет с четким изображением и которая будет вот так вот расплывчато. Непонятно. Еще вот тоже с лошадкой, тоже с единорогом. Вот ей тогда захотелось две картинки. Одну она уже собрала, склеила. Тоже видно нечетко. Здесь вот получается девочка, здесь мальчик. Их вообще никак, никак не распознать. Не знаю, мне такое, конечно, не нравится. Но ребенку вот хочется заниматься, она занимается. Храню я их вот таких. Ну, как бы вот в какой была она, это мозаика в таких. В такой среде и храню пока что, пока нет возможности оформить в рамочке. Поэтому вот это можно прямо посмотреть, что вот она такая четкая вся. Прямо вот ее и повесить одно удовольствие. Видно, что здесь сова, так сова. Там даже и повешаешь, но непонятно, что за изображение. Только лошадь немного вот напоминает, что это лошадь. А все остальное абсолютно непонятно, что там. И еще одну покажу. Мозаику, которая у нас находится вообще в самом-самом начале готовности, которую попытались мы носить в школу, чтобы на уроках труда заниматься ей. Но, к сожалению, что-то у нее не пошло и не понравилось ей носить в школу. Она не стала носить. Либо там освещение может быть, либо времени не хватает. Здесь все-таки нужно сосредоточиться, чтобы заниматься такой работой. Но вот я думаю, что мне все-таки ее нужно распрямить. И либо под пресс положить, либо положу ее в файл. Может быть, она и распрямится. Но вот раз носили в школу, я поначалу думала, что удобнее будет. Свернет-развернет она ее, но что-то не пошло. Здесь у нее начато. Картинки где-то нет. Здесь снегирь. А вот здесь видно вот. Вот такой снегирь. Если кто смотрит, меня видел, что мы заказывали две таких мозаики. Я вообще-то заказывала ее себе и старшей дочери. Старшая уже почти собрала ее, склеила. А вот я хотела ей только позже, когда у меня будет свободное время заниматься. В данный момент у меня свободного времени нет. Я либо вязанием занимаюсь, либо ремонтом. В общем, что-нибудь. Но и вот Настя у меня ее решила взять, чтобы заниматься на троге. Но, к сожалению, не получилось. Еще расскажу, как мы храним все вот эти вот стразы или как их, вот эти алмазики. Вот, смотрите, у нас разложено, помимо того, что вот здесь нужно собирать, как удобнее, я подсказываю. Вот в таких контейнерах. Это у меня, вот пинцетик использует она, у меня такой куплен. Вот видите, очень-очень он тоненький, аккуратненький. И захватывает плотненько так, и она работает вот с этим пинцетом. На каждом контейнере указана цифра цвета, который нанесен на изображении. То есть, она смотрит по цвету, насыпает цвет, который нужно, и потом уже смотрит здесь по значкам, какой значок, на какой значок нужно наклеивать. Также вот в таком контейнере тоже удобно открывается. Открыл один цвет и закрыл. Это контейнеры я покупала в рыболовном магазине. А вот эти вот, не помню, в каком-то, либо в хозяйственном магазине, либо в магазине для творчества, для рукоделия. Так, и еще вот здесь, вот это вот по снегирю у нее отдельно оно лежит. Тоже вот носила в школу три цвета. И чтобы заниматься, посмотрели мы, какие цвета больше используются, и носила основные такие цвета, чтобы не носить много. А в основном они вот находятся в мешочке. И здесь они так, как пришли к нам. На этом буду заканчивать свое видео по отзыву об алмазных мозаиках. Очень буду рада, если кому-то действительно вот кто-то нуждается вот в этом отзыве и найдет правильное решение в своем выборе. То есть я помогу для дальнейшего выбора мозаики. Так как зачастую бывает хочется приобрести что-то на Алиэкспресс, но не знаешь, либо заказываешь и приходит совсем не то, что ожидаешь. И поэтому будет мне очень приятно, если данное видео кому-то действительно поможет. Если еще возникают какие-то вопросы, пишите, задавайте мне вопросы под видео в комментариях. Я всегда приду на помощь и всегда рада ответить и дать нужный совет, если он в моей компетенции. Ну, на этом заканчиваю. Спасибо всем за внимание. До новой встречи. Пока-пока.